Вместо деловых костюмов – спортивная форма. Сегодня более 400 госслужащих республики встретились на футбольном поле. Игра любительская, а уровень настоящих профессионалов. К спартакеаде госслужащие готовились весь год. Специалисты госжилфонда признаются – встретиться с коллегами на спортивной площадке всегда интересно. Настраиваются чисто психологически, чтобы не проиграть сразу. В это время нешуточная борьба разворачивается на плавательных дорожках. На старте 30 команд аппарата президента Министерств Верховного Суда. Вот министру по делам молодежи удается попасть в пятерку сильнейших. Для меня всегда отдельная честь и огромная радость плыть с моим большим другом, с министром спорта и ориентироваться. Он чуть быстрее проплыл, у меня есть над чем работать, но я чуть помоложе зато. Первые победы и на поле Казанского манежа. Футбольная команда нашего телеканала с первых минут вырывается вперед. У нас команда регулярно проводит тренировки, уже не в первый раз участвуем и в корпоративных лигах, и на таких турнирах, как чемпионат трудовых резервов. Поэтому коллектив сплоченный, готовились, надеемся на победу. Кролем, брасом и свободным стилем. На дорожках чиновники Татарстана продолжают рассекать сотни метров в бассейне. Конкуренция в этом году сильнее в разы. Приятно то, что растет и мастерство, и вот такая увлеченность. В такие, может быть, базовые, но все же достаточно сложные виды спорта, в том числе как плавание. Отличные результаты показали сегодня ребята. В этом году из-за пандемии спорта-океада проводится в сокращенном варианте. Вместо восьми видов спорта – пять. Лыжи, эстафета, плавание, мини-футбол. Впереди госслужащих ждет турнир по волейболу. Здесь подведут итоги всей республиканской спорта-океады. Наталья Мезина, Вадим Иларионов, Игорь Романов, ТНВ Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705-100. Вадим Иларионов, Игорь Романов, ТНВ.